А что у вас там написано? Мера какая-то, цифры? Ни имя, ни фамилия? А разве не написано в этом? Ничего не написано. Кто вы? Я не знаю даже. Ни имя, ни фамилия. А что это за... На вашем канале подписано. Ну а при чём тут канал? Вы уходите на меня, я в канале искать не буду. Вы здесь могли написать фамилия, имя. А там не отображается она здесь сразу? Нет, конечно. Вы же знаете, что не отображается. Мера Б. Ну да, это моё имя. Это и есть моё имя. Мера Б. Что означает Мера Б? Это моё имя. А какое имя ваше? Вот Мера Б. Мера Б. Ну можно было же написать по-простому, как у меня написано. А, она была заранее, да? Ну ладно, ладно, не сделали. Дальше. У нас всё записывается, выставляется в интернет. Вы не против? В данный момент записывается? Я ясно сказал. И перед этим я посылал вам, чтобы был глазок, всё записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Да нет, не против. Не против. Я вас слушаю, пожалуйста. Да у меня есть какие-то вопросы по поводу... Ну я вот разных проповедников слушал, и вот один из вопросов по поводу телевизора. Вот разные мнения есть от разных проповедников. Одни, то есть запрещают, ну как, то есть они получают видения какие-то и откровения, как бы, вот. И есть канал, да, по-моему, «Знай про Адуру» называется. Туда молодой парень проповедует, вот, рассказывает о своих видениях, в общем. Ну и по поводу телевизора, там он получил откровение о том, что это является тяжёлым грехом, как бы, вот. Думаю, что телевизор ведёт в ад, и также фильмы, которые там снимаются, ну особенно жестокого жанра, там, или связанные там с убийством, или развратом, то есть и так далее. Ну я вот не понял, именно конкретно фильмы какие-то, ну имел в виду, как бы, идут в ад, или в общем просмотр телевидения, как бы. И вот если у православных, допустим, или, ну, у каких-нибудь христианских течений, ну, вы православные, ну я спрошу, вот у православных какие-нибудь откровения о том, что телевизор недопустим, или какие-то фильмы конкретные, или телевизор в общем, как бы. Ну, также и видеоигры, там, и DVD, и прочее, что с этим связано, вообще. Вы вправее сместитесь по экрану, вправо, вправо, вправее туда переместитесь. Вот так, вот так, да, всё, довольно, никуда больше не уходите. Ну так, вы можете не брать телевизор, сейчас легко всё достать в Ютубе. Раньше вы так говорили правильно, потому что у вас выбора не было. А сегодня выбор. Ты что хочешь, то и смотри. Плохое не смотри. Есть много религиозных фильмов. Иосиф, Авраам, отдельно Моисей, название, Иуда Бен Гур, дальше Искупление, Камагридеши. То есть прекрасные, хорошие фильмы. А тогда же по телевизору-то человек связан был, он не мог смотреть, что ему надо. А сегодня вы зайдите. Там же много же выбор-то. Зачем тебе смотреть развратное? Не нужно. Не, ну проблема в том, что, главное, если он говорит, ну не только он говорит, там ещё есть ряд проповедников, которые тоже получили похожие откровения. Вот, и он также утверждает, что актёрство, ну актёры, которые в фильмах играют, да, то есть за актёрство тоже, а актёрство идёт в акт. Так как это связано с лицедейством, ну и тому подобное. Ну я вам ответил, это когда-то говорили, оно было обосновано. А сегодня... Проблема ещё в том, извините, что перебил, проблема ещё в том, что у него видения были, и он, как бы, в этих видениях, в помыслах были показаны, о том, как бы, актёров, да, разделывает, наверное, на куски, кто просматривает телевизор, их замуровывает в стены и так далее, в общем. Ну какие-то в комнате он там откровения рассказывает. А кто это такой вам? Что за видение? Кому это показано было? Это вот канал идёт, как его там, ну знай правду ру канал, я вам могу скинуть. Да не надо мне это. Ну вы это, если поверили тому, кто ничего не доказывает, тогда и не имейте телевизора. А если видите, что человек говорит не дело, то значит никакого значения не имеет. Но это имеет значение. Когда нет выбора, а охота посмотреть. А сегодня-то какая нужда, когда не тысяча, а тысячи разных фильмов? Ну, понятно. Но всё равно, когда вот это вот откровения им полученные, вот они как бы, ну, недоумение вводят. Вот, одни смотрят, другие не смотрят. И как бы, откровения разные получают, то есть, не, он получил одно или другой проповедник тоже. Вот есть же проповедование по телевидению, да, там вроде актёрства нету. Ну, есть проповедник, который по телевидению проповедует, ну, там, вот. А один получил откровение, что Христос ему сказал идти проповедовать на телевидении. Другой получил откровение о том, что нельзя проповедовать на телевидении. И вот тут никак может Христос себе противоречить и посылать на два разных там противоположных этих. Вообще непонятно как вот. А при чём тут телевизор? Если нужно проповедовать, написано во всяком месте. В любом, на горах, в подземелье, в тюрьме, в церкви. Везде должна звучать проповедь о Христе. А ну, ладно бы, если бы они сами, ну, по своему предположению, как бы, решили бы, вот, неприятность к телевизору, то есть, испытывать. Но они-то откровения получали, как бы, ну, непонятно от каких сил, или от Бога, или от кого-то. Вы снова сместились, вы сместились, снова вправо перейдите. Я говорил, не двигайтесь. Вот так вот, ещё маленько проверь, чуть-чуть. Вот так вот, всё. А то вас закрывает лицо, не видно. То никуда не ходите. Вот так. Ну, зачем вам это слушать, кто говорит? Ваше сердце подсказывает, что неправильно. Ну, и не ходите, не проповедуйте где по телевизору. Я считаю, что в любом месте Слово Божие должно звучать открыто, не угождая никому. Мне приходилось проповедовать по всему миру буквально. И в Америке, и в Европе, все государства. И в храмах, и на улице, на стадионах, и в метро, и в храме Блаженного Василия, и в Третьяковской галерее, и в Санкт-Петербургском и Исаакиевском соборе, и в милиции много лет ведут занятия во всех отделах, в воинских частях. Три радиопрограммы регулярно вел. То есть, я не знаю места, где бы я ни проповедовал. И везде Господь показывал плоды, новые души приходили. Сектанты, еретики делались православными. Из мира. Преступники. Я в тюрьме проповедовал. В лагере. Везде. Понятно. То есть, ну мне как относиться к тому, что, ну к телевидению в общем и целом? Так, я вам ответил. Тема закрыта. Дальше какой еще вопрос? Вы как-то на одном месте говорите одно и повторение. Уже третий раз одно и то же. А я просто хотел другими... Но я вам ответил, что если смущаетесь, кто думает, что грех, тому грех. А кто считает, что не грех, тому не грех. Это свобода, как мясо и денье. А вот к этим видениям как относиться, которые они получают? Не знаю. Я не хожу за чужими видениями. Никогда. Да. У меня есть... Вы не верите. У меня вот какое откровение. Вот. Я день и ночь занимаюсь им 57 лет. И мне некогда басни чужие собирать или чужую блевотину. Я по Библии сразу определяю его, кто он, от кого. От Бога или от дьявола. Если иное благовестие проповедует, да будет она всем, Александр. Да? Да. Первое послание к Галатам. Первая глава, восьмой, девятый стих. Понятно. Ну, вроде этот вопрос... А вы где находитесь? Я в Грузии нахожусь сегодня. А где в Грузии? В Поти. А Тбилиси на сколько от вас отстоит? Где-то... Ну, несколько сот километров. А вы там бываете по каким-нибудь надобностям? Нет, я там уже давно не был. А то там есть храм построил. Мой крестник там находится. Крестник. Еврей. А что там? Наум Израилевич Борщуков. А жена у него грузинка. Нино. А, я видел, да. Я видел ваш... А какой храм именно? Ну, там новый храм построен. Там любой скажет. Большой новый храм. И сказать, где здесь отец Наум? Как где-то на Африке. Как будто Африка там называется район. Когда была у нас миссионерская поездка, мы у него останавливались два раза. И он два раза мне сразу... Только я вошел в храм, он сразу у меня в алтарь и говорит Слово Божие. Я там проповедовал в храме. Сразу рядом стоит переводчик грузинка. Хорошо переводит. Очень радушная. Большой храм? Ну, тогда я был, только они фундамент закладывали. Я в храме не был. Купель построили, чтобы с полным погружением. Ну, купель мелкая, я видел, он выставлял материал. Ну, так вот. Там какие-то гей-парады были, они участвовали. Он спрашивал, какие написали. Подогнали в 2013, по-моему. Да, и он меня спрашивал, какие плакаты написать. Но я сказал. И они там... Он участник был. А там живо их подобрали. Их полиция не знала, куда спрятать. Этих садомитов проклятых. Ну, там надо было больше проповедов. Они рукоприкладство применяли. А это не помоя, они этим не вразумляются. Еще вразумляются. Почему они в Тунисе не делают гей-парады? Почему они не делают в Саудовской Аравии? Потому что их сразу связывают и с 25 этажа скидывают. Все, одна казнь. Всем одинаковая. И ни одного нету. Гитлер их сразу расстреливал. Сталин их судил. Распустили это. Содом и Гамор. А раз Содом и Гамор не препятствуются, значит, будет огонь гореть. Бог предал однажды огнем. И здесь будет гореть. Атомный смерч пройдет. А я подумал, что общество либерализируется. И так же и в Грузии вот это происходит. Нет, не либерализируется. Потеряли страх Божий. Ну, это в самом-собово, да. По законам христианским уже не живут, как говорится. А они достойны смерти. От Бога, не от нас. Мужчины разжигались похотью друг на друге, делая срам и получая должное возмездие за свое заблуждение. Послание апостола Павла Кринман, первая глава. В России не проводились гей-парады именно? Не удалось, да? Да. Их не одобрил Путин. Он говорит, Исаак малорождаемый. За время перестройки в Российской Федерации 120 миллионов абортов. Страна погибла в женской утробе и в вагине. 120 миллионов абортов, да? 120 миллионов абортов за перестройку только. У мусульман в среднем 8,1 ребенка в семье, а у русских 1,8. Наоборот, как говорится. Да, наоборот. Ну, раньше было... Сколько детей было? Это 2, там 5. У нас деревня там была раньше, которая у нее 24 рождения. Умирали, конечно. У моей мамы, мама, 12 детей, 10 живых. Ничего себе. И не думали, как прокормить. Отец у нас вернулся с фронта, руки нету. Оба неграмотные, ни класса ни одного нету. И 10 ребятишек, и ни одного больного нет. Мне 81 год, а я еще ни одной таблетки не съел. А что я пережил, в жизни было, это не каждый перенесет. 5 тюрем и лагерь за спиной. То есть как ни одной таблетки? За всю жизнь, вообще не пили? Нет. Я ни одного матерка еще не сказал. Ни одного матерка не сказал? Не сказал. Мне это противно всегда было. И в армии когда служили? И в армии служил когда, и в тюрьме был, и в лагере. Наоборот, там температура делается другая. Я только вошел, мир дома сему. И уже вечером проповедую, по всей камере ни один не закурит. Два часа каждый день. Камера открывается, охранники стоят с двух этажей, у дверей слушают. Я имею ввиду, до обращения вы хотя бы... Я знал, что Бог есть. Евангелие мне в руки попало, 23 года было. Но до этого я знал, что Бог есть, страшный суд, и мне гореть вечно в огне. Мать сказала, нельзя в пионеры. Я ни в пионерах, ни в комсомоле не был. Нельзя то-то, то-то делать, воровать. Нельзя с женщинами, имея дело, пока не женишься, не повенчаешься. И меня Бог сохранил. Главное, это мозги съедают что? Блуд и компьютерные игры. А у меня ни того, другого не было. Мне 81-й год, а я свободно могу считать, запоминать, говорить. Да, человек успеет очень от всего этого. От и видеоигры, порнография, ну, все вот это вот, притупляет мышление. Да, все, мы об этом поговорили. Лично у вас какие вопросы есть? Сейчас, а, еще вопрос, да. Ну, вот, по поводу разделения, вот, в христианстве присутствует множество течений, ну, там, конфессии, динаминации, секты, ну, и так далее. Их около 20 тысяч насчитывается, как бы, да. Вот, и, вот, изначально разделение, которое произошло в 1054 году, там, ну, еще до этого были, там, другие тоже разделялись. Ну, основной, там, идет с 11 века. Вот по какой причине вот эти вот разделения произошли, и зачем это было? Ну, нельзя было сохранить, как бы, единство. То есть, ну, как апостолы призывали к единству, они, как бы, противились вот этим разделениям на разные течения, там, неважно, конфессия, секта или что. Вот почему это сделали, вопреки заповедям, то есть, христианскими. И поделились там с православием, католиками, потом протестантами, ну, и дальше же протестанты отказываются, там, на разные течения и так далее. Ответ пророка Исаия. Исаия, пророк, 8 глава, 20 стих. Откройте, прочитайте. Еще раз повторите. Исаия, 8, 20. Исаия, 8, 20. Да, 8, 20. Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света. Вот и все. Никто не спрашивал, как по закону Божьему. Надо помнить 12, 48, Евангелие от Иоанна. Господь говорит, я не сужу. Слово, которое я проповедовал вам, оно будет судить вас в последний день. Все. Никаких динаминаций, конфессий нет. Это сатана прикрыл слово ересь. Где ересь, а нет там динаминации, конфессия. Как нет конфессий, если вот основные православие, католицизм и протестантизм, это все конфессии. Протестантизм это совершенно к церкви не относится. Все равно это конфессия. Это ересь, ересь. А вот известный, который от апостольских времен имеет рукоположение епископов. Католицизм, православие, григано-армянское, постоличное, копты и сирийцы. Все. За пределами уже не церковь. А сирийская церковь не имеет рукоположения? Да, имеет. Не стареет. Имеет. Да. То есть пять церквей вы назвали или сколько? Я пять назвал. Католики, православные, григорино-армяне, армянское. Копты, копты и сирийцы. Все. Больше нигде нету. То есть все, которые имеют рукоположение, это церковь? Это не церковь, не церковь. Это отщепенцы. Это 16 глава книга чисел. Дафана, Верона и Корея. Это их последователи. Там тоже отделиться и живем в Атсашипсе. Это самый страшный грех – раздирание церкви Христовой. Хитона ее. Ну, православие разве не конфессия? Она тоже конфессия. Как она? Она от апостола Андрея рукоположение идет. Епископат. Рукоположение идет. Считается же конфессией православие тоже. Я ответил вам, вы еще пропустили. Что за этими вот, что я назвал, пять сильных. Все, остальное все ересь. Они отошли и сами что делают? Вот возьмите протестанты, говорит, там, англиканская церковь. Женщин ставят, священники, епископы, гомоаксексуалистов венчают. Далеко зашли? Ну, это уже, да, это уже крайняя ересь. Ну, как крайняя-то? Ну, самые близкие те, которые… Крайняя, крайняя. Самые близкие к православию – это баптисты. Они Троицу признают, вечные мучения не отрицают. У них все как есть. Но у них нет рукоположения. Они считают иконы, идолы. На каком основании? Когда Христос был в храме, одни там иконы были. И Христос говорит, дом мой, дом молитвы нарещется. Изображения у протестантов тоже есть. Ну, это тоже, по сути, иконы. Разве изображения переводят на греческий? А они отрицали и это даже. Это сейчас они маленько пообмякли. Ну, есть же изображения у протестантов? Ну, есть, есть. Ну, это не иконы. Это еще не иконы. Они, иконы, переходя в сектантство, и не их рубили, сжигали. Да, ну, иконы же это образ, правильно? Я вот вам простой вопрос задам. Книга «Первая царств», пятая, шестая глава. «Из плена возвращается ковщик Господень». И увидели, что телецы тянут его. И рядом шли Вевсамис. Жители Вевсамиса на полях жали пшеницу. И они увидели, кто-то сказал, а этот самый таинственный ковщик. И они подошли, заглянули, а там скрижали. Ну, и опять пошли работать. Что они плохого сделали? Они не плевали, не рубили, не харкали. Что они плохого сделали? Они удовлетворили свое любопытство, любознательность. Но Бог убил сразу 50 тысяч и 70 человек. Это больше, чем один день на Курской дуге. За что вопрос стоит? 50 тысяч и 70. Это были филистимляне же. Да неизвестно, кто там были, жители Вевсамиса. Они заглянули. Они люди живые. Они ни одного слова худого не сказали. Они не сектанты, не еретики. За что Бог убил так много? Не, ну, насколько я помню, у израильтяна, ну, язычники захватили ковчег и перевезли, как бы, в свои пределы. И они-то были язычниками. Ну, я вам вопрос, я вопрос задаю, то вы куда-то уходите. За что? Какая вина, что столько Бог убил? Хотя они ничего не делали. Может, даже не прикасались. За что? Ну, не одну причину можно. Ну, одна из них вот дерзновение, любопытство. Там написано, и не порадовались жители. Что сделали плохого? Ответ один. В Ветхозаветии все было тенью будущих благ. Крижали, которые есть, это Слово Божие. А теперь читаем Евангелие от Иоанна, первая глава. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бога. Скрижали, указывали на Христа. А Христос был в очеве Девы Марии. Ковчег указывал на Деву Марию. А сектанты начинают. У нее дети были, там разные бредни несут. А они коснулись таинственно то, что было знамением. 7 глава 14 стих пророка Исаия. «Сидево в очеве, приметы ради сына». И нарекут ему имя Эммануил, что значит «с нами Бог». Не так, как некоторые говорят, он не Бог. А кто он? «Бог воплотился», написано. «Бог явил себя во плоти», второе послание к Тимофею, пишет Павел. «Бог явился, показал себя ангелом». Евангелы не видели. Может быть, миллиарды лет. Они воспевали его, но не видели. А тут увидели. Даже вот есть цитата, ну, прямо, которая говорит, что Христос – это Бог. А ты, по-моему, пророк Исаия. И пророк Исаия говорит, и иудеи все это понимали, говорит, с кем ты делаешь себя равным Богу, когда он сказал «прощаются тебе грехи твои». Я имею в виду, где он отзывает Христа на раменах, и на раменах там будет обещано им, и Бог крепкий, сын вечности, как-то так, ну, именно к Христу прямо уже относится. Ну, Фома сказал, когда выехали, так, Господь мой и Бог мой. Христос бы сказал «я не Бог», но он же ничего не говорит. Так и есть. Господь мой и Бог мой. 20-я глава, считаем мы об этом. Иоанна. Да, иногда сюда со свидетелями общался, вот, ну, приводил им эти цитаты, но они как-то осмазывают, ну, по-своему как-то вот оправдываются, как-то вот, ну, от темы отходят, в общем. У вас звать Мераб? Да, да. Как по-русски переводится? Ну, это арабское имя означает распределяющий воду, то есть в переводе на арабский. Да, то есть делишь на водокачке работаешь? Походу, да. Ну, да. Ну, на арабском варианте будет Мурад. Ну, арабы не носят этого имя, то есть на грузинском варианте. Ладно, 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 то понятно. А почему вы бороду бреете? А что? Брею, потому что иногда вот чешется там, бывает. А как Библия на это смотрит? Там сказано не трой край бороды, то есть не подправлено. Ну, а какой край, когда у тебя нет ее, значит, перешагнул? Вот заметьте, Дина, дочь Якова, вышел посмотреть на жителей земли, ее княжеский сын. Изнасиловал. И написано, она была обесчищена, запомните. Но когда слуги, которые от Давида пошли в случае смерти царя Нааса, сочувствие выразить, он полбороды убрал, сбрил. И написано, они были очень обесчищены. Забит не пустил их в земной Иерусалим, отослал в город проклятие Иерихон, сидеть, пока не отрастет борода. Каждый день мерили. Она, может, года два-три пока подровнялась. А то она обесчищена, а это хуже изнасилование, очень обесчищена. А я думаю, зачем думать, когда Бог тебя сотворил, тебе не принадлежит это, это храм Божий. Вы, храм Бога Живого написано, вы, а вы храм этот подправляете. Не, а почему вы думаете, что это хуже изнасилование? То есть там очень написано, а там написано просто, что обесчищено. Обесчищено. В Библии ни одного слова нет лишнего. А там написано обесчищено, а здесь очень обесчищено. Это разные вещи. Да нет, изнасилование хуже. Как это хуже изнасилование? Я вам сказал, так написано. Самоизнасилование. Иначе бы за бродобритие бы так же убивали бы, как из-за блуды, если бы это было бы хуже изнасилования. Не надо о последствиях. Я говорю о Библии. Что говорит Библия, а не как люди поступают. Они были очень обесчащены. Это Дух Святой сказал. С кем спорить это? Эти слова... Хорошо вопрос. За бритье бороды забивали камнями? Зачем дальше придумывать? Начинать. А за бороду подвешивали ли их? А бороду выжигали? Можно хоть сколько куролесить. Написано, очень обесчащены. И даже в городе нельзя жить. Город проклятие, как прокаженное. Он их не запустил в Иерусалим. А мы идем в небесный Иерусалим. Что тут придумывают? Что? Волосинки считали. А там же сказано край бороды. Да это говорится левитам. Подравнивали, чтобы ровно было. А тут совсем нет. Побрили написано. Сбрили. Некоторые толкуют это как бы не делать узоры. не подправляют. Вы еще не понимаете это. Когда написано. 96 правило говорится об этом. В Довом Завете, при чем тут правило? Я говорю, в Довом Завете есть от Христа учения, что он будет... Да какое учение? Вы в храм зайдите. Даже баптисты рисуют. Христос с бородой. Моисей с бородой. Апостолы с бородами все. Пророки все с бородами. А кто ты такой, скоблец? Две мамы в одном доме это много. Должен быть и отец. А отец эта власть дается. Она жена чувствует это. Это называется блудодейная ересь. Ересь блудодейная. Как правило, женщины восстают, а не мужчины. А это мужчины подкаблучники. Не знаю, у бороданных тоже есть подкаблучники. Это знак. Заметьте, даже не я говорю. Посмотрите, Фридрих Энгрис сидит. Откройте, где? А он коммунист. Карл Маркс, поменьше борода. У Ленина клинышком. У Сталина усы. А у Хрущевой на голове нету. Это прогресс. И все один за другим идет. Еще непонятно. Дружба с миром есть вражда против Бога. Якова, 4 глава, 4 стих. На иконах ни одной нет бритой. Ни одной. Я посмотрел, 475 икон в храме. И ни одной нет безбородой. У меня 2 года молодые. Спецы вроде есть там пару. А почему у нас все с бородами? Вы заходите на наш YouTube. У нас все с бородами. Безбородой он будет стоять где-то. Пока борода не отрясет, до крещения не подойдет. Люди православные. Посмотрите картины Сурикова, Полежаева, Репина. Безбородых ни одного нету. Это поляки приходили. Паписты. То есть католики-протестанты бреют бороды, да? Только православные. Как они бреют? Вот у меня картина Рафаэля Сикстинская Мадонна. Это же католическая. И папа с бородой. Папа Сикстинская Мадонна. Это все потом пришло искажение-то. А первое, папа у них все с бородами до одного. А потом развратились им все. Это развратная ересь. Говорят, да вот я, да разные причины на работе, пыль. Так пыль-то наоборот стихнул, у тебя тело не болит, не стареет кожа. Я вот подниму вам голову, посмотрите, вот видно, видно шею. У меня ни жил, ничего не видать. У меня ровно все натянутое. А эти, когда сидят 70 лет, у него же там две жилки торчат. И все. У меня даже морщины нету. Почему? Потому что я тело свое не скоблю бритвой. Я даже на военном билете в 61-м году, а это вообще советская власть еще 20 лет будет, я с бородой уже. Надо стоять за это. Когда арестовали, то из тюрьмы меня выпустили с бородой, а в лагерь уже никак. Насильно сняли. Руки дрожали, когда они ощущение с меня снимали. Говорят, а меня Аллах накажет за это? Я говорю, да ты подневольный. Простынь принесли большую, расстелили. Пришел начальник политотдела, я собрал бороду, у меня две бороды, одна в конверте, другая здесь. Ай, до сих пор храните. А почему нет? Я сидел, когда меня в лагерь брили, у меня слезы текли. Это образ Божий. Я во всем должен подражать. Написано, подражай Господу Иисусу Христу, как я подражаю Ему, Павел говорит. Что интересно, сектанты, еретики, все, все рисуют апостолов с бородами. Ну, а как по-другому? Все, еще он был футболист какой. Он не был гобиком. И так, что вы бритву сегодня же, выбросьте ее. Шнур отрежьте. Но не пойдете на это, не пойдете. Остальные, значит, вопросы, ты самой маленькой не можешь сделать. Ты искажаешь образ Божий. А это начинает свидетельство. Меня видят, я верующий. Со мной разговор другой идет, чем с вами. Видно было же, видят люди, что ты несерьезный мужик. Когда вы не бритвы, то есть, когда бритвы, да? Никогда. Еще раз говорю, никогда. Кроме что, с насилища надо мной в тюрьме. А в Новом Завете есть постановление о том, что бриться нельзя? Какое у тебя постановление, когда она растет? Ты брови почему не бреешь? Я говорю, в Новом Завете. Да, в Новом Завете ничего не меняется. В Новом Завете не написано, что на родной матери, в Новом Завете не написано, что нельзя жениться на сестре, на матери. Это в Ветхом Завете. А мы же оттуда все приняли. Христос не пришел внешность менять. Он говорил о внутреннем перерождении. Пришел Никодим, Христос, ученики, все с бородами. А вы туда перенеситесь. Кто вы такой? А вот он как бы все-таки замену произвел в заповеди. То есть, что-то он поменял, что-то оставил. Ну, там, когда он говорит, раньше в древнем, ну, древние так соблюдали, а я вам говорю, то есть, ну, раньше, как там, разводное письмо, и так далее вообще. Там он какие-то замены делает. Не взамен, а возвысил. Он заповеди не отменил. Он возвысил. Там написано, там, говорится, исполняй клятву этого. Он говорит, а я говорю, не клянись вовсе. Там написано, не прелюбодейся, а я говорю, не смотри на женщину с пожеланием. Планка поднята, вот как. Никак там уже. А вот, то есть, он говорил, в ветхом зрите тоже нельзя было на женщину с вожделением смотреть. Ну, там именно конкретно было не прелюбодейся, ну, именно на деле нельзя было. Там блуд прелюбодействовал. А вот в новом зрите уже идет более, ну, завышенный, то есть, стандарт. То есть, уже мысли нельзя допускать и так далее. А вот в ветхом зрите такой строгости не было, да, как бы. Написано, не убей. А у нас написано, ненавидящий брата своего, человеку, убийца. Уже. Написано, любите врагов ваших. Там ветхий завет был дан, как для младенцев. Первоначальных. То есть, ты помыслил, да, и уже, как бы, это согрешил. Это высота планки. Ну, да. А в ветхом зрите такого стандарта не было, разве? Были, были, были. Все это было. Оно было, написано, закон был где-то водителем ко Христу, нянькой. Он вел, как младенцев, за руку. Он именно, как бы, конкретизировал больше. Ну, вот разговариваешь с мусульманами, у них духовного ничего нету, совершенно. Аллах Акбар, а я кричу Иисус Акбар, и все равно я его перекричу. Я видел, да. А это, да, многоженство в исламе же практикуется, как бы, а в ветхом в иудаизме запрещено, да, как я понимаю, на дозу. Да не запрещено. Да не запрещено. Брали себе наложенец там и так далее. Но сейчас именно запрещено же в иудаизме. А они как объясняют? А чтобы на блуд не тянуло, поэтому сразу ему дали четыре жены. Ничего, я говорю, вы разрешите воровать четыре раза в месяц, а уж пятый раз будет считаться за воровство. И у нас воров не будет четыре раза в месяц. Или за день. Это... Это великий инквизитор у Достоевского в братьях Карамазах. Мы разрешим грех и спасем всех. И за смертью обрящают лишь смерть. Это сатана делает, антихрист душа. Их не надо даже ждать. Они уже приняли его. Всякий, кто не исповедует Христа, пришедшего во плоти, дух антихриста. Считай, 24, считаем первое послание Иоанна. А антихристово, учение, все, когда люди не признают Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Это гностики учат, ну прямо, что он во плоти не пришел, то есть он как знание, ну и так далее. Да мне не надо, как они, я их и не трогаю. Когда я с ними беседую, я показываю Новый Завет, а у нас другой закон. Я говорю, может быть, вот этот закон? Ой-ой-ой, я говорю, еще Коран, я говорю, считай, что написано. Не может, я говорю, тут баран. Вы такие же, как мы русские. Вопрос, что там написано? Вы знаете? Конечно, Коран на русском языке. А, там на арабском. Там ничего нету. Они не могут прочитать. Полторы тысячи человек, и не мог прочитать. Они ничего не знают. Вообще, духовного понятия никакого нету. Ну, если христианину тоже показать, там, древнееврейские буквы, ну, оригинальные... А рождение свыше они не слышали даже. А святой Троицы понятия никакого нету. Духовного ничего нету. Ну, давайте хорошо, дружно будем. Нападет кто вместе, нападем, голову отрежем. Ну, какая это высота? Это Бетхий Завет. А серафима Старовского спросили, смысл жизни? Стижание Духа Святого. Пусть они найдут из себя такого праведника. Быть Вадимом Духом Божиим. Римлян 8-9. Кто Духа Христова не имеет, тот не его. А раз не его, чей ты будешь? Тут не надо выгадывать. Вы посмотрите ролик, один, «Интервью с дьяволом». Я видел, да, я его смотрел. Чего дьявол не любит? Он не любит, когда Библию считает, когда мирятся. Он не скрывает. А кто у тебя главный враг? Он сразу сигарету смял. Он знает, тот, которого я распял. А вот Духа, ну, говорите, Духа Божьего, да, вот так христианину, то есть, ощутить, когда он имеет, ну, когда он имеет этот дух, да, когда он не скрывал. Это по внутренним ощущениям, как бы, вот, можно определить, или, ну, как бы, воодушевление. Вот это, что у меня в руках? Четки, да? Четки. Это 100 поклонных, 100 поклонов. Перед этим считается три святоя, а царю небесную, куча наш, и молиться семь раз в день. Семь. До утром и вечером еще молитва. Девять. То есть, почти тысячу поклонов каждый день. И ты вопрос задавать этот не будешь. Ты сразу поднимешься на другую ступень. Начни молиться, не трожь бороду, уиметь страх Божий, и все остальное станет на место. Жертвуй полностью, десятину плати. Десятину не платишь заработка со всех доходов. Ты обманщик? Да, десятину куда-то, в церковь, что ли, платить? Да, конечно. Да. Туда платишь, да, они себе это все... Это только там платить, где нет торговли. А где торговля есть, они обойдутся без нас. Нет, но они же берут десятину, да, и там на машины, на еще что-то. Да нам зачем на что-то? То есть, куда-то лезем не туда. Господь сказал, сделай это все. Мне лучше ни в чем давать десятину, именно милость практиковать, как бы, десятину. Так, ладно, так, подожди минутку. Непонятно, не знаешь, на что они потратят, что они убегают это. Ну, иди, иди, иди. Нет, жена пошла, просится отпустить ее. Ага. Поехала. Там больная в больнице лежит, посетить надо. У нас тут на посещение. Вчера мы ездили, тут один человек споткнулся. Я поставлю потом ролик. Так, вопросы быстрее. Ответ, и дальше не идите. А он, как что, ответ. И дальше смотри, как. Нет, не лучше ли милостыню давать, где нуждающимся, чем носить куда-то, вот, не знаешь, на что они это уделяются. Да тебе зачем это знать-то, совсем не касается. Десятина тебе не принадлежит. Что ты чужой десятина распоряжаешься? Господь говорит, вы меня обкрадывайте. Он не говорит жадное. Меня обкрадывайте. Мы заработали 90, Бог дал десятку. Иди отдай. Меня обкрадывайте. Все непонятно-то. Что тут? Она нам не принадлежит. А Господь говорит, земля моя, моя, ты прими меня в соучастники. Воздух мой, мой, ну, прими меня в соучастники. Солнце мое, мое, жизнь твоя, твоя, кровь течет, я тебе ее сделал. Все. Ну, я прошу только десятую, тебе девять. Почему вы начинаете как-то? Мне вот Бог открыл первый день. Когда я услышал про десятину, я в первый день решил, буду платить девять десятин. Поэтому всегда на двух-трех работах. 57 лет назад я плачу девять десятин. Из ста заработанных, 90 отдаю на дело Божье. И меня Бог особенно благословляет. Делает совершенно невероятные вещи. Вот я помолился. Молюсь и день, два-три, тридцать лет прошу. У меня нет помощников. И в этот месяц двенадцать помощников сразу вышло. Раскубарить мои богатства, чтобы по отдельным роликам поставить. То есть вы 90% своей зарплаты отдавали на дело Божье, да? Да. Поэтому я всегда работал на двух-трех работах. И выработка у меня на работе была. Я печник. Девяносто, это 280-300%. И 56 лет на трех работах работали? Иногда на двух, на трех. Успевали, да? Да. И поэтому жертв. А куда жертвовал? Баптистам отдавал. Где подпольные сдавали Евангелие. За мои деньги, может быть, тысячи Евангелий в подполье вышли. Их Бог благословляет. Бог-то видит, что я делаю, для чего. Я хвалюсь моим Господом. Мне Бог необыкновенно жизнь позволил прожить. Когда смотрят, хвалящееся хвалить Господом написано. Иаков говорит, 2.18. Покажи мне веру твою без дел твоих. А я покажу тебе веру мою из дел моих. Я покажу. Я не теоретик. Земля погибает. 31 тысяча сел исчезли в России. Что сделали? Мы берем землю, статус, строим школу, строим храм. Все сами делаем. Дороги восстанавливаем за свой счет. Дети беспризорные. Бог позволил мне образовать детский лагерь. Я 48 лет веду детей. Тысячи детей. Без помощи государства. Но я это все слышал. Ну, почему меня это касается, тебя не касается? А почему? Бог видит. Он говорит, плати и десятину. Я открою небо для тебя. Для меня небо открыто. Но он за этих рисов говорит, милости не у. Еще раз говорю. Мы поехали, когда миссионерская поездка, денег нет. Деньги нужны. Мы помолились только. У нас только на горющее. На одну поездку пошло 440 тысяч. А у меня пенсия 8 тысяч. Бог дает совершенно невероятное. Мы только едем. Мы еще не знаем, что будет. А уже Бог нам руль поворачивает куда надо. И мы доехали в Лиссабоне, Португалию. Храм. Престольный праздник. Мы могли позже, раньше. Именно в этот день. И тут же меня сразу же перед народом выставляют. Это нельзя придумать. Это Бог делает. Вот мы выезжаем из Турции. Выезжаем в Болгарию. В Грецию. И в это время нас русская мафия захватила. Они блокировали нас. Они требуют денег в долларах. Я сказал, ничего не даем. Становимся на молитву. А рядом, прямо вот так рядом, рукой подать. Полицейское отделение. А тут коридор стеклянный идут. Люди идут. А мы молимся. И утром они сменяют вахту. И проходит один из них, мафиози. А нам этих не взять. И вдруг все изменилось. Турчанки нам приносят там кофе, чай. Мы стоим здесь на молитве. Начальство тюрьмы. Полицейский участок. Как они за нас? И тут же нас все проверили, отпустили. И мы вышли. Молитва все расшибает. Я знаю силу молитвы. Вот мы выезжаем. Я сейчас не могу сказать. Румыния, кажется. Выезжаем. У нас паспорта взяли. А назад не отдают. Мы пошли. А они никак. Суббота. Я говорю, мы сейчас можем взять министерство. А они никакой. Я тогда стал. Выходите. Подняли руки мы. И молились. Вы теперь в кабину. Зашторивайтесь. Проходят сколько минут. Они бегут к нам. Паспорта ваши возьмите, пожалуйста. Бог переворачивает перед тобой все. Я знаю силу молитвы. Общение с живым Богом. Мне не надо ничего объяснять. Я православный. Поэтому я все сверяю со Словом Божьим. Что доказывать-то? Господь говорит, я открою. Открою. Не знает, куда деньги девать. А почему я знаю, а ты не знаешь? Ко мне приезжает старый друг. Он долго на севере был. Пять лет. Работал на золотых приисках. Бульдозерист. А я хочу с вами быть. Я говорю, Саша, ты платил десятину пять лет? Нет. А сколько зарабатывал? Листок бумаги даю. Посчитай. Сколько ты не заплатил? Он посчитал, когда цифра огромная. А сколько у тебя на книжке? Да примерно столько. Ты можешь снять ее? И отдать на дело Божие. Могу. Тогда мы примем. Снял деньги. Мы пошли. Баптиста мы отдали. Отдать тем, которые под полем работают. Жизнью жертвуют. Оттуда тысячи евангелий выходят в Латвии. Я делаю совершенно невероятные вещи. Почему? Не я. Потому что это Бог делает. Вы проповедовали в разных странах, да? В Голосе Америки проповедовал. В разных странах. В тюрьмах. Нет страны в Европе, где бы я ни проповедовал. Мы только в окрестностях нашего селения раздали более 30 тысяч евангелий. Ничего себе. А вас кто-то финансирует, нет? Финансирует. Ага. Понятно. Притом, я не стою с чашкой. Нету. Вот у меня выкупать первую книгу. А я молюсь. Где? Одна сестра болеет раком. И она, Егоренко, фамилия Надежда Павловна. Я говорю, когда ты отойдешь, она причащается. Дальше она соборовалась. И ты там поклонишься Господу Христу, Богородице. И увидишь Николу Судотворца. Ну, как Георгия Победоносца. Ты попроси у него, чтобы он мне прислал деньги выкупить. Он любит золотишко подкидывать. Я на 40 дней шла по мытарствам, как написано. На 40-й день сестра спрашивают, ну как? Ну, был ответ какой? Я говорю, пока нету. После обеда, кажется, вот в эту дверь мне стучится человек. Вопрос, вопрос. И он говорит, в руках саквояжик маленький. Вам деньги нужны, да? Я дам, но только при одном условии. Какое? Выполнимое? Ну, сами решите. Чтобы меня никто не знал, что я приходил к вам. Вопрос можно задать? Все, книгу я выкупил в этот же день. Ясно. А вопрос можно задать? Да что же нельзя-то? Вы сказали, она молилась, святому Георгию она молилась, что ли? Да нет, я говорю, как? Как? Для вас грузин, которые в Грузии, то у вас Георгий главный герой-то. Сколько храмов, столько и Георгий. Даже страна называется-то Джорджия. Грузия. Страна Георгия. Такой перекос. Есть храмы с другим названием тоже. Да мало совсем. У вас около 300 храмов или 360, говорит, под именем Георгия. Ну, нельзя так. Как фильм показывает, королёк-птичка-певчая, учительница в Турции спрашивает, как звать? Айша. А ты, девочка, Айша. Айша, она... Человек пять спросила, все Айша. У нас в Потеряевке коров завели первые поселенцы. Семь коров и пять зорьки. У нас вот щицы Игоря. Четыре Игоря. Даже два из них Игоря Владимировича. А почему у нас не так называют? По календарю. У меня брат старший, Самуил. Я Игнатий. Брат мой священник, Иоаким. А Аким это отец Богородицы. У отца Тихон. Один Степан. А другой Амос. У мамы братья. Макарь, Филарет, Эммануил. Какие имена? А как было в правительстве? Ворошилов, Климент, Ефремович. Сейчас ни Климента нет, ни Ефрема. Фантазии никакой нет. Нет понятия о красоте. Я за всю жизнь встретил Игнатия, к которому я бы обратился. Назвал Игнать. Я даже не знаю, как бы обратиться. Ваше имя как означает? Означает неизвестный. Неведомый. А в переводе с латинского огненный. А у меня с водой связано, у вас с огнем. Видите, противоположно. Ну вот, видите как. Бог знает, как дать имя. Направить. У нас точно по календарю. Я родился 10 июня. И на этот день написано и на Кенте, и в Тихии, и Игнатии. И тот, кто крестит, он выбирает, а не родители. Родители спокойно стоят. Хоть как назовут. Вот у нас здесь богач был раньше в царское время. Демидовы дома стоят. А как звать? Акинфий. Я даже не встречал такого. Акинфий. А вот женщина одна. Ей памятник построили. Поставили. Кажется, 9 сыновей уж и на фронт погибли. И муж. Синклетики. Не Света, не Наташа. Синклетики. Это какое имя интересно? Да, это такое имя. Имя такое. Оно прямо по календарю. По святым отцам. Надо жить свободно, красиво и интересно. И в бедности. Ну да, но есть еще духовная брань. Так, все, разговор заканчиваем. Вы вопросы все решили. В следующий раз придете только с бородой на встречу. Я еще это хотел спросить. Есть же в православии, к примеру, в православии практикуются поклонения, не поклонения, не знаю, когда молятся, да, молятся каким-то героям, там, святому Георгию, там, либо царям, либо разным святым, да, вот, а где в Библии, то есть, такой культ? Давай, евреям, открывай послание к евреям. Открывай. Давай, сейчас мы откроем. Так, послание к евреям нашел? Сейчас, сейчас. Так, евреям. Евреям теперь. Так. Подождите минутку. Я сейчас посмотрю, что у меня тут открывается. Вот теперь мы сейчас откроем минуточку. Так. Больше страдать, верно. Что-то я не вижу здесь. Вот тут все, 11. У вас, видите, как бы был у вас поисковик, вы бы сейчас открыли, а у меня тут трудно, закрыто все. А вот, смотрите, 12 глава, 12. Сейчас. 18 стиха. Сейчас, сейчас. Ну и дальше, 22. 22 можете считать. Вы приступили не к горе, отсязаемой и плащей огнем, не к тьме и мраку и буре, не к трудному звуку и глазу глаголов, которые слышавших просили, чтобы к ним более не было продолжаемого слова. Ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемо было. Если зверь прикоснется к горе, будет побит камнями или поражен стрелой. И столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал, я в страхе и трепеде. Но вы приступили к горе Сиону. Так, подождите, подождите. Вы теперь, говорит, приступили к горе Сиону. Куда они приступили и как? Они приступили туда же, сошел как в Господь. В молитве, в молитве, в молитве, в молитве и дальше. И к ограду Бога живого. К небесному Иерусалиму приступили. А как приступили? Но именно сейчас, говорит. Там было страшно, а мы приступили уже не страшно. К Иерусалиму как приступили к небесному? Ну не знаете, дальше. Их мама ангелов приступили к... Так, слушайте внимательно. И приступили к отьмам ангелов. Как к ангелам приступили к отьмам? Ну как, молитвы, дальше. К торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах. К судьи всех Богу. Как мы приступили к судьи? К торжествующему собору и церкви первенцев. Так как мы приступили к судьи? Как мы приступили к суде и всех к Богу? Это все через Иисуса Христа. Да молитва никак. И к духам праведников, достигших совершенства. Как мы к ним к духам праведников, которые совершенства достигли, Георгий, Серафим, Саровский? Да как, в молитве, молитве, молитве. В молитве? Какое еще указание? Это духи праведников Нового Завета. Так, вот считайте это место, если не считали. Не спешите ничего говорить, иначе путь закрыт будет. Вот и все. Ну конкретно тут не написано. Да куда еще конкретнее-то? Приступили к духам праведников. Ну чтобы святым поклоняться. Ну не надо, не надо, не надо. Тут уже дурью занимаемся. Приступили, вы не приступили, опровергайте это место Писания. Хорошо, тогда вот, когда Петр ангелу... Ну все. Так, все. Нет, так я скажу. Ему же ангел в откровении там есть. Так, ну все, я говорю, все на этом, все. Раз не верите, я еще буду разговаривать зря. Он поклонился ангелу, он ему говорит, не делай этого. Ну не делай это, почему не делай-то? Не говорите? Почему нельзя было поклониться Петру? Говорит, я тоже человек-то. А почему все остальные... Так, не знаете. Это идолопоклонство получается. Получается, идолопоклонство. Сыны пророческих Елисеев поклонились. Сыны, это что, идолопоклонство? Но это поклонились не как Богу, а там... Поклонились, поклонились. Не надо крутить. Не надо. Поклонились. Это похоже на язык. То есть ничего нету, нету. И вы с сектантами связаны, то у вас мозги-то уже протарены. Противоречие в Библии. Противоречие. Противоречие уже нашли, да? Ну конечно. А почему православные не находят противоречия? Православные по-где-бе нарушаются. Нет, я конкретно здесь. Почему? Здесь не говорится, поклоняйтесь. Да подождите не об этом. Когда к Петру пришел Корнилий, и он говорит, я тоже человек. Почему он это говорит, когда и так понятно, что он человек? Вот, и он же не поклонился. Сам говорит, я тоже человек. Вот и все. То есть не знаете, никогда не заседовали. А это сектантское скудоумие. Потому что язычники боготворили людей. И сразу им приносили жертву. Он говорит, я человек. Человеку можно поклониться. А он кланялся с намерением, как Богу. Он за Бога его признал. Они боготворили. Вот ответ-то какой. А у вас противоречия в Библии на каждом шагу. В Библии нет противоречий. Ни одного. То есть написано, что Бог говорит, не поклоняйся. Ну обождите, не об этом речь-то идет. Не поклоняйся. Не поклоняйся. Ну, а зачем из людей делать богов? Так, не знаю. Не знаете и знать не хотите. Я вам не нужен. Да ничего не надо. Вот это сектантское скудоумие называется. Вы не хотите узнать, о чем речь идет? Прямого нет. Да какое прямое? По лбу, что ли? Приступили к духам праведников. Как приступили-то? Скажите, когда вы приступали к духам праведников? Культ поклонения не обнимается. Когда вы поклонялись к духам праведников? Когда приступали? Вопрос. Тут нет призыва поклоняться. Понимаете? Вы не слышите. Я говорю, когда вы приступили. Кто, я? Да, вы. Я сегодня утром молился. А когда вы? Я тоже утром помолился. Кому? Из Господу. Там дальше написано через запятую. Вы не мухлюйте. Там написано и ко Христу. Ну, ко Христу. Там отец, сын, вы единый. Ну, вы сами-то понимаете, что говорите-то. Ну, я говорю, я вам вопрос задаю, а вы как бы мне по-своему это объясняли. Не знаю. Не надо объяснять. Очень четко и ясно сказано. Приступили к духам праведников. А поклонились бы, если бы вы сказали, я бы ничего, никаких вопросов не было. Приступили. И ко Христу не написано, что поклонились Христу. Слово «приступили» ко всем относится. И граду небесному, и ко тьмам ангелов. Ну, что вы так это по-младенчески мыслите? А почему ангел запретил? Потому что ангел, в виде ангела, под именем ангела, Христос подряд несколько раз явился. И поэтому он поклонился ангелу, как Богу, внутренним чувством. Он говорит, Богу так поклониться нужно. Тут все на месте стоит. А у вас противоречие на противоречие. И вы никогда ничего не будете. Будете продобрить и оправдывать. Почему он сказал, не делай все участия. Найду, подождите. Так, все на этом. Мы заканчиваем. А, вот. Сейчас, сейчас, сейчас. Ну, еще у вас там никак. Давайте расставаться, уже время много. Сейчас, сейчас, сейчас. У вас искреннего желания-то нету исправиться, познать. А вы так это свое всеваете по немощи. Сказал мне ангел, да, вот, напиши. А вот, я пал к ногам его, ну, да, вот, напиши, блаженный, званный на брачную вечерю, акции, сказал мне, си суд, истинные слова Божии. Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне, смотри, не делай сего. Я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова. Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества. То есть, вот, он таким образом этот ангел и разрушил. Так вы сейчас, вы не толкуйте сами-то. Вот это сектантские мозги у вас. Вы скажите, приступили к отьмам ангелов. Как приступили, когда мы их не видели? Вы прыгаете как-то, нельзя, как говорит, козел по горам. Приступили к отьмам ангелов. Написано. Вы не понимаете сразу, раз метнулись в сторону. А вы скажите, как? Так, я молюсь ангелы Христову, примите благодарность, вы меня хранили. У вас нет молитвы, и вы не приступили. Я еще раз говорю, там, под именем ангела, Христос неоднократно являлся. 20 глава, 1 стих, откровение. Ладно. Так, ну все, пока. Бород, на этом до свидания, пока. Все, один вопрос. Бороды больше не приходите пока. С Богом.